Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами разберем случай воспаления мочеиспускательного канала при гипосподии. К нам обратился мужчина пожилой, у которого наблюдались явления эротрита. Это воспаление мочеиспускательного канала вне связи с половым актом. Половую жизнь уже давно не ведет, потому что мужчина пожилой порядка двух лет и, соответственно, у него наблюдались явления эротрита. Однако при осмотре мы отметили, что у мужчины есть гипосподии. Вы можете видеть на картинке, как у мужчины имеются два отверстия на головке полового члена. Итак, что же такое гипосподия? Это врожденный порог мочеиспускательного канала или уретры у мальчика, при котором наружное отверстие уретры располагается не на верхушке полового члена, а на его нижней поверхности. Такое отверстие может находиться в области мошонки и непосредственно даже в области промежности. Наследственное нарушение закладки мочеиспускательного канала уретры и наиболее часто такой порог, как гипосподия, сочетается с искривлением полового члена в большей или меньшей степени. Естественно, что при том, когда отверстие мочеиспускательного канала открывается на мошонке или в промежности, это, как правило, гораздо больше. Чаще также при гипосподии наблюдается такое состояние, как криптоархизм – это не опущение яичек в мошонку. В среднем гипосподии наблюдается у одного из двухсот-трехсот молодых людей, то есть рождающихся, и один на двести взрослых мужчин. Сейчас наша популяция наблюдается. Ну, соответственно, почему непосредственно наблюдаются вот такие вот пороки развития, это до конца не ясно. В общем-то, выделяют ряд эндокринных факторов, то есть нарушение гормонального состава, гормональные функции у матери, допустим, это яичников, это непосредственно проблема с надпочечниками. Вот в основном эти факторы, они вызывают нарушение гормонов в материнском организме и, соответственно, неправильную закладку уретра. Ну, допустим, есть даже исследование инфекционных причин. В некоторых публикациях отмечается, что при таких инфекциях токсоплазмоз непосредственно у матери может наблюдаться более часто развитие гипосподии. Также при алкоголизме у матери часто гипосподии. Ну, там, в общем-то, наиболее ярые сторонники подобных проблем из врачей. Да, они даже считают, что курение может привести к учащению гипосподии непосредственно. Ну, вообще, действительно, у пациентов с гипосподией более чаще, чем в общей популяции, наблюдаются проблемы с непосредственно при рождении таких пациентов. Да, это первое. Ну, и наблюдаются чаще проблемы с зачатием. Какие симптомы гипосподии? Это непосредственно появление мочи не из типичного места, а именно в верхушке полового члена. В нашем самом случае вы можете видеть на картинке это верхнее отверстие, да, а непосредственно из нижнего поверхности. Хуже, когда это появляется, когда отверстие находится в области мошонки, в области промежности. Ну, и, естественно, что также наблюдается и искривление полового членок, наиболее частая сопутствующая патология, и скорость мочеиспускания, да, направленность струи, соответственно, изменены. Ну, какие выделяют формы гипосподии? Это, в основном, гипосподии головки, да, вот как в нашем случае, это самая частая форма. Это головчатая гипосподия. Гипосподия члена, когда отверстие непосредственно открывается на теле полового члена. Это, как я уже говорил, мошоночная гипосподия, это когда в области мошонки отверстие мочеиспускания находится, и промежностная, когда в области промежности. Ну, и, соответственно, есть такая же форма уже гипосподии без гипосподии, да, это когда уретро недоразвита по всей длине, да, и непосредственно, в общем-то, это более сложная такая форма, когда отверстие уретро, казалось бы, располагается на обычном месте, но непосредственно сама уретро недоразвита. Поэтому тут тоже наблюдаются различные уродинамические нарушения непосредственно с самого тока мочи. Ну, и, соответственно, что такое лечение гипосподии? Лечение гипосподии – это только хирургическое. К сожалению, это непосредственно пластика мочеиспускательного канала, ну, и непосредственно при искривлении полового члена, ее выпрямление и создание запаса кожи для последующей, как я уже сказал, пластики уретро. В нашем же случае действительно при гипосподиях наблюдается более частое поражение хроническими воспалительными заболеваниями и обычное воспаление по типу, допустим, той же самой трихомонады, хламидии и так далее часто ведут к хронизации процесса. И мы видим таких пациентов более часто, вследствие того, что у них уже изначально уретро не совсем нормальное, да, изменена гипосподия и, соответственно, наблюдается более частое воспаление. У таких пациентов, как правило, как раз развивается чаще состояние хронические уретриты, уретропростатиты, которые требуют поток достаточно длительного лечения. При необходимости диагностики лечения различных заболеваний половых органов у мужчин, вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платный КВД в Москве. У нас примет грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, а также вы можете посмотреть данные фотографии в более хорошем качестве на нашем сайте в разделе «Клинические случаи». Спасибо за внимание.